запись пошла поехали всем привет но у нас стал перерыв на один на одну неделю в связи с праздниками после перерыва мы со свежими силами подходим к завершающему блоку лекций про java на самом деле потому что теперь я буду рассматривать такие advanced topic уже до конца семестра сейчас поговорим про конкуренции потом опять про конкуренции потом reflection аннотации всякие di контейнеры и такие более продвинутые топики уже будут но конкуренции я уже написал там в telegram да кстати присылайте вопросы в telegram но если я их не вижу размьючивайтесь и говорите потому что скорее всего я их не увижу меня по-прежнему нет двух мониторов под рукой поэтому просто размьючивайтесь и говорите и еще я буду в течение лекции какие-то вопросы задавать и я тоже ожидаю что кто-то храбрый размьютится и скажет что он думает по поводу вопроса которые я задаю вот я уже написал в telegram про то как трудно перевести вообще терминологию потому что конкуренции но иногда говорят многопоточное выполнение вообще со словом поток все очень плохо в java потому что у нас есть потоки которые вот вывод файлы мечтаем у нас есть стримы о которых я рассказывал на прошлой лекции и вот у нас еще какие-то потоки выполнения которые на самом деле по-английски threads но не streams но на русский тоже переводят как потоки то есть здесь очень легко запутаться поэтому часто говорят 3d чтобы не спутаться с concurrency тоже не очень понятно там параллельная конкурентная вот издательство питер который наконец-то спустя сколько 14 лет спустя перевела книгу java concurrency in practice и издала в россии перевело ее как java concurrency на практике ну в общем я буду говорить конкуренции 3d я думаю что все будут понимать в контексте о чем идет речь первый вопрос который я хотел спросить у вас зачем нам вообще конкуренции как вы думаете для чего она нужна вот это вот параллельное одновременное выполнение ну давайте размьючиваетесь просыпайтесь быстрее говорите чтобы можно было все ядра компьютера использовать окей да ну в общем правильный ответ но он такой немножко частный но общий ответ наверное был бы такой чтобы побыстрее в конечном итоге чтобы побыстрее если с верхнего уровня да не опускаться на уровень там ядер компьютера процессора значит можно все сделать в один поток и последовательно но это займет время если мы будем делать параллельно она значит будет быстрее теперь как бы где мы можем получить выгоду бывают такие задачи которые вычислительные задачи которые хорошо параллелятся то есть мы обрабатываем какой-то массив мы его можем порезать на подмассивы и каждый подмассив обработать потом соединить не все так делают но некоторые обладают таким свойством блокировка на вводе выводе мы попросили что-то у какого-то сервиса не знаю операционной системы и пока там не знаю раскручивается жесткий диск или пока по сети нам что-то что-то отвечает мы можем не ждать это тупо а что-то поделать полезное когда придет ответ значит обработать этот ответ пользовательский интерфейс не хорошо когда пользователь нажимает на кнопку в приложении и приложение зависает делая до что-то как правило так быть не должно там приложение должно как-то среагировать я принял а сейчас я буду обрабатывать там конец прогресс бар показ показать еще что-то при этом пользователь должен иметь возможность продолжать пользоваться приложением просто ждать когда результаты поспеют ну и еще один классическая история она особенно для джавы актуальна это всевозможные сервисы но веб-сервисы вот типа там ката они работают как приходит несколько пользователей на сервис сразу просят какие-то ну запросы отправляют туда до почти теперь и каждый запрос вычисление для этого запроса они выполняются в отдельном 3d выполнитесь пришло несколько человек допустим там три пользователя 3 3d запускаем и параллельно для них считаем им ответы это все позитивные примеры где конкарнси хороша а где конкарнси не годится ну во-первых значит кажется мы не получим преимущество никакого от конкарнси если у нас трэдов больше чем ядер понятно если у нас задача на cpu и ядер там 8 а трэдов мы развернули гораздо больше то наоборот будут ресурсы тратиться больше на переключение между трэдами и мы тут преимущество никакого не получим то есть это есть как-то лимит или задача упирается в какой-то неразделяемый ресурс который ну никак невозможно поделить между параллельными выполнениями и тут есть первое ограничение которое выходит на когда мы говорим про перформансный выигрыш который можно получить от конкарнси это закон amdala закон amdala очень простая концептуальная штука значит предположим что у нас альфа это вот процентик такая маленькая величина доля вычислений которые не могут быть распараллелены мы их никак не можем оптимизировать мы их последовательно выполняем n это число потоков выполнения наоборот тот степень параллелизма да и давайте посчитаем полученное ускорение то есть на самом деле полученное ускорение оно ускоряет только ту часть которая может параллелиться единица минус альфа а та часть которая не параллелится она будет константного времени и в результате получается такая вот формулка и значит получается потолок то есть если допустим у нас разделяемая работа это 80 процентов а 20 процентов работы мы никак не можем попараллелить то сколько бы мы трэдов туда не напихали больше чем в пять раз мы производительность не увеличим то есть есть некий теоретический потолок и посмотрите как это выглядит но как бы эта формула на практике вот она история значит где у нас зелененькая это 0,2 на значит для для альфы и получается что вот мы где-то здесь знаете я выключил уведомление от этого самого телеграмма извините я не могу замьютить ваше уведомление потому что я их жду на отдельном в телеге вот значит смотрите если у нас если у нас 20 процентов неразделяемых то вот мы в 5 даже не упираемся в потолок даже если у нас 100 трэдов вот так все плохо а если еще больше тут все еще хуже на самом деле все еще хуже обстоит потому что когда у нас имеется много участников много параллельно выполняющихся трэдов они должны между собой взаимодействовать синхронизироваться каким-то образом и как мы знаем если у нас имеется там n точек в графе то в полно связанном графе то есть как бы количество взаимодействия между ними но такое квадратичное она описывается формулой n на n минус единицы пополам и эта штука она создает некий overhead вот такое вот межпроцессное взаимодействие и в действительности как бы ситуация описывается с параллельным вычислением она описывается не законом абдала более общем и universal scalability law так называемый который является полуэмпирическим обобщением закона абдала но хорошо работающим на практике который учитывает еще одну штучку он учитывает межпроцессное взаимодействие и вот этот вот член у нас остался от закона абдала вот эту вот часть а вот это вот бета это как раз тот маленький коэффициентик который у нас влияет ну как бы ответственный за тот overhead который дает межпроцессное взаимодействие тут у меня в экран не уместилось но тут видите здесь у нас n здесь n минус единичка что получается получается что у нас в знаменателе n квадрат этот n квадрат нас приведет к чему он нас приведет тут к такой вот истории что при увеличении количество трэдов или параллельного выполнения выигрыш перформансный будет вообще говоря уменьшаться это давно известная штука там есть менеджменте похожий закон брукса который говорит что если у нас как компания в команде значит проблемы с поставкой вовремя то начиная с какого-то времени если вы добавляете людей в команду то задача выполняется еще дольше вот есть и значит universal scalability low для инженеров который говорит что если вы будете увеличивать параллелизм то у вас перформанс на самом деле будет проседать смотрите вот здесь у нас альфа это 0,1 пунктирчик это законам дала то есть как бы у нас увеличение в 10 раз когда-то произойдет но при бета равным даже одной тысячной видите это вот значение беты даже одной тысячной мы видим что где-то на 30 воркерах наступает максимум наступает насыщение то есть оно обязательно наступит то есть это все как бы такие полуэмпирические качественные картинки естественно но вы должны про них помнить и вы должны понимать что с перформансом да распараллели на конкаренции значит программы все так количество трэдов оно не может быть очень большим не не можем бесконечно увеличивать перформанс а в какой-то момент мы даже себе испортим перформанс из-за того что все начнет проседать для чего я рассказал это такое предисловие потому что как бы такой дисклеймер чтобы мы сейчас станем на скользкую тропу многопоточного программирования и прежде чем на нее встать надо подумать поможет ли многопоточное программирование поможет ли конкаренции вам решение вашей конкретной практической задачи во-вторых насколько многопоточной она должна быть то есть насколько сильно мы можем вообще ее параллелизовать до какого уровня ну и как бы подумав об этом подумаем еще о том что вообще говоря конкаренции эта штука сложная ее всегда ассоциируют там когда рисуют картинки какие-то иллюстрации вот с гидрой если помните такая тварь которую если отрубаешь одну голову решаешь одну проблему возникают две другие проблемы вот это отличная метафора того что из себя представляет вообще многопоточное программирование вот ну я вас предупредил давайте теперь пойдем разбираться что это за существо такое будет несколько частей и мы не успеем в одну лекцию причем я даже не точно не знаю какая именно части я не успею в общем расскажу сколько успею сейчас остальное на следующей лекции значит сначала давайте поговорим о низкоуровневых вещах о синхронизации да если какие то вопросы есть я еще раз призываю всех не стесняться и задавать потому что тема сложная вопросы есть наверняка отсутствие вопросов я рассматриваю как то что вы ничего не понимаете или спите вот значит смотрите что у нас имеется самой первой версии джавы а джава ведь сначала разрабатывалась как язык для создания пользовательских интерфейсов это потом она погрузилась в бэкэнд глубоко сделали поддержку многопоточности и как есть сделали так она и существует сейчас значит отдельный поток выполнения он инкапсулируется в классе thread сразу предупреждаю что тот код который написан здесь он вы так писать не будете то есть сейчас первые примеры через создание потоков через thread api это примеры просто того как можно параллельный поток запустить в джаве почему мы не пользуемся thread api а пользуемся другими api я поговорю чуть позже вот только то есть просто предупреждаю что вы можете найти какие-то старые тьюториалы thread api вы можете найти этот слайд не надо оттуда копировать листайте дальше копируйте там из экзекьютерс значит другие примеры попозже сейчас как мы создаем поток значит мы берем нечто на следуем от класса поток у потока что есть у потока есть старт и у потока есть ран который мы можем оверайдить и мы оверайдим метод ран который мы инкапсулируем сложные в кавычках вычисления допустим мы хотим параллельно вычислять квадрат целого числа а значит как мы сделаем мы передадим аргумент через конструктор final поле а потом значит в процессе выполнения потока мы это поле поле резалт вернее присвоим значению квадрат и как мы можем запустить следующим образом создадим два потока вот эти вот наши объекты они же наследники потока через создаем их через view дальше мы выполняем старт старт это значит метод на уровне класса поток а мы переопределяли метод ран момент когда мы вызвали старт произошла системная магия и произошло отделение как бы т1 и т2 начали выполнять свой метод ран в параллельном потоке выполнен дальше нам надо дождаться что и т1 и т2 закончится значит как мы дожидаемся что ран закончится при помощи метода joy значит вызываем метод join и join просто останавливается блокируется ничего не выполняется пока метод ран с т1 не закончится то же самое с т2 если вы этот код сейчас скопируете в идею то вы увидите что join вызывает некий exception про этот exception мы поговорим попозже но в общем этот exception можно пробросить куда-то вверх он на самом деле не вызовется когда мы выполним эту программу то а вот будет такой 4 9 ну соответственно 2 в квадрате 4 3 в квадрате 9 поздравляю мы выполнили первую программу с параллельным выполнением то есть два потока параллельно выполняли значит вычисления все просто но на самом деле нет какие грабли нас поджидают грабли нас поджидают с тем что как бы когда несколько потоков меняют что-то какое-то состояние в памяти общее то тут у нас всегда всегда возникают проблем значит проблемка номер раз представьте себе такую программу значит такой вот dump counter тупой счетчик в котором внутренняя значит переменная каунт есть метод increment который делает каунт плюс плюс видите одна строчка кода каунт плюс плюс increment и сделаем пример из прошлого из прошлой лекции то возьмем стрим от нуля до миллиона и для каждого элемента возьмем и вызовем инкремент на нашем каунтере и второй пример возьмем counter 2 возьмем стрим от нуля до миллиона но вот эта строчка отличается только . параллель то есть стрим теперь параллельно это значит что под капотом java возьмет значит сплитератор который порождает вот этот вот range поделит его там соответствии с ресурсами процессора там частей штук на 6 на 8 там насколько и и попробует параллельно выполнять вот этот вот for each для разных под диапазонов от нуля до миллиона мы вызвали вот это вот что у нас получится здесь здесь у нас получится миллион потому что мы прощелкали каунтер последовательно от нуля до миллиона а что получится здесь ваши варианты что-то типа 200 тысяч все правильно конечно зависит от ситуации да безусловно именно около 200 200 300 тысяч вот на моей машине получается 200 300 тысяч когда я запускаю такой код почему как бы я думаю всем понятно это только кажется что эта операция атомарно она в одну строчку на самом деле когда она выполняется это не в одну строчку это возьми из памяти проинкрементируй положив память так как у нас параллельные потоки несколько потоков взяли там из памяти значение 0 проинкрементировали до единицы положили в единицу надо было положить там 8 или 5 или 6 а а там всего лишь единицы таким образом большинство случаев она просто в холостую теряется получается потерянное обновление это простой пример теперь пример посложнее значит тупой способ заснуть значит смотрите вот у нас поток который отвечает за усыпление не знаю ребенка какого-нибудь или там какой-то части вашего мозга значит он считает овец пока флажок и slip не установлен в тру при этом другой какой-то поток который проверяет состояние значит вашей части мозга или ребенка которого укладываете он в параллельном потоке этот флажок может установить в тру вопрос но не уснем ли мы неправильная здесь формулировка прекратим ли мы считать овец ваши варианты что вы думаете по этому поводу если эта штука установилась в тру может ли этот цикл не остановиться молчание означает что вы думаете но нет 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 мы предполагаем давайте упростим задачу предположим что вот фолс мы не выставляем то есть контракт такой что эта штука даже там не були она скажем и slip и вот здесь вот эта штука точно в тру то есть вот этот метод он может конечно несколько раз быть вызван но вызывается он только с аргументом тру я в следующий раз переделаю и напишу здесь вот тру вот то есть это не продаторы мы установили это в тру значит пока это фолс мы бегаем теперь мы ее установили в тру и кажется что из цикла мы должны выйти но на самом деле никакой гарантии нет почему кто знает ну раз не было ответов да слушай может хранится что кэш ну да в кэше процессор и они между право абсолютно правильный ответ да абсолютно правильный ответ значит каждый у нас процессор на ядро является имеет свой кэш и соответственно вот этот трет он может своем кэше сохранить этот если но переменную этот трет может своем кэше иметь этот если и когда произойдет на самом деле значит обмен когда произойдет когда он станет видимым никакой гарантии нет может оказать это все зависит от архитектуры это все зависит от выполнения программы это зависит от миллиона причин от погоды на марсе но в действительности значит гарантии того что цикл выйдет как только вот эту штуку мы выставили в true или вообще когда-нибудь ее нет многопоточном выполнении следующий пример но тут уже проще потому что вы уже понимаете как рассуждать на эту тему значит смотрите у нас x и y и b выставлены в ноль вот дальше мы создаем 2 3 да вот еще один способ и тоже этот способ который не надо пользоваться потому что есть другие способы можно передать в трет в конструктор 3d некий runnable то в данном случае просто лямбда это будет действительно трет на вот и мы говорим а равно 1 x равно b b равно 1 y равняется а значит какие варианты мы можем получить здесь давайте подумаем значит может быть вариант что сначала первый трет выполнился полностью потом второй трет то есть как бы а равно единицы x равняется нулю потом b равняется единице то есть 0 1 либо 10 может быть да либо может быть так что сначала здесь выполнились a и b а потом x и y то есть получается 11 то есть вот так вот если на рассуждать вот то есть что мы можем выполнить эту потом эту либо эту потом эту либо вот здесь по шагам сначала это а потом по шагам вот это, то у нас получается 1-0, 0-1, 1-1, но кажется 0-0 не получается или получается? Получается. Получается. В действительности, во-первых, проблемы с кэшем, как мы уже говорили, но даже если бы их не было, у нас есть такой эффект, как реордеринг, то есть вообще говоря, компилятор в рамках одного трыда волен переставлять команды, как ему вздумается, если это не нарушает семантику в пределах одного трыда. Поэтому на самом деле мы не знаем, в каком порядке это выполнится и какой результат будет. Итак, промежуточные выводы. Из-за реординга и других низкоуровневых особенностей мы не можем рассуждать о результате работы трыда с точки зрения другого трыда, как о промежуточном результате выполнения исходного кода. То есть хочется так рассуждать, хочется так думать, что вот мы запустили программы параллельно, значит, и вот в каждый конкретный момент времени мы видим состояние памяти, это как будто бы другая программа до какой-то точки в коде дошла. К сожалению, так делать нельзя. То есть просто забыли как бы о такой конструкции, это неправильная ментальная конструкция. Второй момент. Все проблемы с Shared State. То есть если мы запускаем две программы и они никаким образом, ну как бы они работают параллельно, никак данными не обмениваются, то и проблем как бы нету. Но это и неинтересно, потому что нам надо что-то делать совместно. Поэтому как бы проблемы с Shared State, соответственно, все проблемы, они всегда возникают. А еще проблемы здесь, вот все вот эти вот примеры, которые я показал, они все проявляются недетерминированно. Вот это число, оно разное будет каждый раз. Это может выйти из цикла, может не выйти. Здесь может получиться как бы любая ситуация на самом деле. Они проявляются недетерминированно, они зачастую проявляются в продакшене под нагрузкой. И в этом большая-большая проблема, потому что разработчик может у себя на машине, на разработческой маленькой запустить, у него все на машине сработало, а когда это идет в продакшен и попадает под нагрузку, все это ломается. И оно сломается, если мы не используем синхронизацию, если мы не пишем конкаренции программы правильно, оно сломается обязательно, 100%. И отмазка, что это работало вчера на моей машине, она, к сожалению, здесь не работает. Конкаренции программы надо уметь писать правильно, и всегда надо быть готовым к тому, что где-то вы ошибетесь, и где-то вы получите проблемы и большие проблемы в продакшене. К сожалению, печально, но факт. Следующая история, которая здесь возникает, это модель памяти. Скажите, пожалуйста, или просигнальте в Телеграме, кто знаком с понятием модель памяти уже? Я вижу плюсы, я вижу плюсы, значит, есть люди. Вам, у вас был курс на этот счет какой-то, да? Хорошо. Это замечательно. Это очень здорово. Поэтому многое вообще понятно и не нуждается в объяснениях. Странно, почему сразу не ответили на вопрос с подсчетом овец в таком случае. Значит, ну я напомню, это некая спецификация, то есть часть языка и виртуальной машины, которая отвечает на вопрос, при каких условиях поток, читающий переменную, увидит значение, которое мы присвоили этой переменной. То есть что мы можем прочитать из переменной? Какие гарантии у нас есть? И основана в Java, значит, слабая модель памяти. Что значит слабая? То, что у нас между всеми действиями есть частичный порядок. Не линейный порядок, а частичный. Частичный порядок, который называется happens before. Это математическая концепция, частичный порядок, частично упорядоченное множество. То есть у нас есть некое транзитивное свойство. Но не про всякие A и B мы можем сказать, что A happens before B или B happens before A. Но чтобы B гарантированно видела результат работы действия A, достаточно, чтобы A happens before B. То есть A случалось раньше B. То есть вот это отношение, чтобы мы между двумя событиями, между двумя действиями могли поставить. А все дальнейшие рассуждения о конкуренции в Java, они строятся вокруг правил memory модели, которые говорят, когда же у нас A happens before B. А когда мы не можем сказать, что A happens before B. И тогда ждите подвоха. Значит, первое правило memory модели. В рамках одного трыда все действия happens before в порядке их определения в исходном коде. То есть, говоря простыми словами, если у нас программа однопоточная, то сюрпризов мы ожидать не должны. Но при этом вы понимаете, что в однопоточной программе мы можем реордерить какие-то действия в целях оптимизации, если это не меняет семантику. Но сама программа этого никак не заметит, потому что реордеринг, именно той реордеринг, что мы можем поменять, и программа не заметит этого. То есть однопоточные программы выполняются без сюрпризов. Следующая история. Thread start and termination rule. Вызов thread start happens before всех операций в потоке thread. И любая операция, выполненная потоком A, happens before обнаружение другим потоком завершения потока A. А как мы обнаруживаем, что он завершился? Первый способ мы уже знаем. Вызов join. Помните, в самом нашем первом примере мы вызывали join и ждали на этом join, когда A закончит работу. Второй способ можно дергать и за live. Он возвращает либо true, либо false. Вот как только он вернул false, все, thread A завершился. Мы как бы ничего не делаем. Так вот, как только мы таким либо таким способом обнаружили, что поток A завершился, все, что делал поток A, будет happens before вот того момента, как мы поняли, что поток A завершился. То есть все, что он сделал, мы можем читать. Именно благодаря этому правилу наш самый первый пример, где мы вычисляли квадраты. У нас там было сколько потоков? Три. Мейн поток и два потока A и B, которые мы выпускали в параллель. То есть мейн поток увидел результат работы потока A и B благодаря правилу Thread Termination Rule. У нас был join, и мы увидели результаты выполнения A и B гарантированно. То есть первый пример – это корректный пример. Но работает не просто так, а благодаря Thread Termination Rule Memory Model. Вторая история. Вторая история связана с ключевым словом Volatile. Кто уже встречал Volatile в Java или слыхал про то, что он есть? Мне интересно. Потому что довольно экзотичная штука. Ну-ка. Плюсики, минусики. Минусы, да. Сейчас. Как неудобно с одним. В лекциях встречалось. Окей. Да, в лекциях встречалось, кажется, в первой лекции. Значит, смотрите. Зачем теперь достала пора точно разобраться, зачем он нужен и как он работает. Запись Volatile переменную happens before чтение из этой переменной в другом потоке. Значит, что это значит? Ну, на уровне машинного кода вам рассказывали про Memory Model, значит, вам рассказывали про Memory Fences. Это специальные команды в машинном коде, которые синхронизируют, собственно говоря, память, синхронизируют наши кэши. Соответственно, Java вставляет Memory Fences при обращении в Volatile переменную и, соответственно, как бы работа с Volatile переменной она вызывает Memory Fence и автоматом, прицепом. Это делает видимыми изменения в других переменных. Заметьте это. То есть, если у нас в классе три переменных и одна из них Volatile, мы в Volatile что-то пописали, а потом читаем, то мы можем и из других переменных, которые не Volatile, читать и быть уверенными, потому что Fence сработал на переменную Volatile, автоматом синхронизировав все. Это так работает, но на это рассчитывать ни в коем случае нельзя, потому что это делает код хрупким. Мы можем легко поменять порядок доступа к переменным и поломать программу, вообще не заметив никаким образом для себя. То есть, если вы там упираетесь в перформанс, вы не хотите делать много переменных Volatile, вы точно знаете, что вы делаете. Но это, на самом деле, не про кого из нас, в том числе, не про меня. Есть всего несколько людей, может быть, на свете, которые имеют право так делать, и мы в их число не входим. Но, тем не менее, важно понимать, за счет чего работает вот эта магия в кавычках Volatile, она работает за счет того, что вызываются вот эти Memory Fences, и, соответственно, как это получается. Соответственно, наш пример про подсчет овец в Java классическим образом чинится. Если мы объявим переменную boolean asleep как Volatile, просто вставим одно единственное слово Volatile, это уже будет not so dumb way to fall asleep, потому что мы гарантированно увидим изменение переменной asleep в методе run, который происходит в другом потоке, даже если set asleep был вызван из параллельного потока. Вот. Volatile в данном случае нам помогает. Но, естественно, использование Volatile. Тут может возникнуть вопрос, так давайте Volatile на все навесим и как бы горе не будем знать. Ну, нет, так не работает, потому что как бы у вас перформансный оверхед на этот счет возникает сразу же, и поэтому никто в трезвом уме значит не будет вешать Volatile на все подряд. Следующая история, что мы на самом-то деле можем не только о, а у меня же есть телефон, я могу в телефон подглядывать. Отлично. Телефон я и буду подглядывать. Значит, следующая история у нас про то, что мы можем на самом деле не думать про изменение, про видимость изменения переменной другими потоками, если мы не будем изменять перемену. И вот в Java есть специальная как бы семантика для слова Final, я говорил, что слово Final нам много для чего пригодится, и вот оно пригождается снова, которое гласит, что если объект правильно опубликован, то есть ссылка на него не утекает во время выполнения конструктора, а это опять же такая оговорка, видите, когда мы делаем конструктор, у нас там есть this, и мы на этот this можем ссылаться, но ни в коем случае этот this недоконструированного объекта мы не должны передать в какой-то внешний API, который там в параллельном потоке может увидеть недоконструированное состояние. Так вот, Final поля такого объекта доступны всем тредам без синхронизации, то есть Java гарантирует, что Final поля будут доступны. И на самом деле лучший способ борьбы с проблемами Mutable State это не делать Mutable State, это использовать Mutable State где только возможно, и это решает сразу много проблем, это решает много проблем архитектурного плана, много проблем всем привет, я вернулся. На каком на каком слове значит пропала картинка? На недоконструированных объектах. Отлично. Недоконструированные объекты, да, нельзя ссылку на объект публиковать из конструктора, но если мы такой ерундой не занимаемся, то есть мы не публикуем ссылку на объект изнутри конструктора, то все Final поля будут гарантированно доступны другим трейдам без синхронизации. Вы же помните, как Final поля как бы в классе, в Java классе устроены, вы объявляете поле там Private Final что-то, а дальше либо в конструкторе, либо в секции инициализации вы должны его инициализировать. Инициализация это может быть сложный процесс, у вас может быть сложная подпрограмма, которая вычисляет значение этого поля, как-то замудренно вычисляет значение, а потом его присвоило и все, оно Final. Оно прибито гвоздями вот в этом объекте и когда закончился конструктор, закончились секции инициализации, больше вы ничего с этим значением сделать не можете. Так вот, Java нам гарантирует, что такие значения будут видны всем потокам. И в этом смысле лучший способ борьбы с проблемами Immutable State это использовать Immutable State всегда и везде. Это решает проблему не только с Concurrency, это решает проблемы архитектурного плана, это решает проблемы с API, это очень много проблем решает на самом деле. То есть я призываю вас к тому, чтобы подумать, можно ли спроектировать ваши классы так, чтобы они были Immutable. Но это тема отдельного разговора. Давайте дальше. Ну, часто можно пофиксить все при помощи Volatile или Final, но чаще всего у нас возникает история, когда Final не годится и Volatile не спасает. Вот, например, история про наш DumpCounter. Мы уже понимаем, где у нас тут рейсы происходили, но мы можем объявить здесь Volatile IntCount, но ситуация не улучшится. Мы можем поменять здесь вместо IntCount подставить Volatile IntCount, опять в параллельном стриме посчитать от нуля до миллиона и получить тоже какое-то значение не миллион, прямо скажем, потому что это три операции, они выполняются в параллель, прочитай, инкрементируй, запиши. И даже если учесть, что Count, она как бы всем видна и в Memory Defensive здесь выполняется, все равно потеря данных здесь будет происходить. Или другая история, значит, тупой перевод денег. У нас имеется массив аккаунтов, у нас имеется сумма денег, которую мы хотим перевести с одного аккаунта на другой, при этом у нас должны два ин-варианта всегда выполняться, что общая сумма денег в банке она константна, и второе, что мы не можем в минус выводить аккаунт. Здесь все может нарушиться. Мы можем прийти в этот метод, даже посчитав, что в какой-то момент аккаунт с From достаточно много денег содержит, и две операции списания выполнить, после которых произойдет уменьшение в минус. А если здесь произойдет конец бой, то мы еще и нарушим первый ин-вариант. И заметьте, что здесь мы можем поставить volatile над массивом, volatile array, но volatile array это не массив, volatile элементов. И вообще в Java массив volatile элементов при помощи синтаксиса просто массивов создать невозможно, есть специальные на этот счет структуры данных, но так просто массив volatile элементов в Java не создать. Что же делать? Ну вот тут как раз возникает задача синхронизации, потому что смотрите, вот в нашем тупом примере что происходит. Пришел первый клиент в банк, зашел в банкомат или что-то делает, второй клиент зашел, к тому же окошку подвинул его и начинает что-то делать с этим же банкоматом, потом первый вернулся со своей операции и второй вернулся со второй операции, то есть в какой-то момент оба клиента работают с банком одновременно. На самом деле так не происходит, как мы знаем, банки так не работают. В действительности мы приходим в кассу, касса запирается на замочек, соответственно приходит первый клиент, у него дверь, он открывает замочек и как бы заходя, вот он забрал замок, это значит, что забрал лог, это значит, что он как бы вошел в комнатку кассы и теперь лог за ним, он запер, он начинает выполнять какие-то операции. Второй клиент подошел к двери и говорит лог, дай мне замочек, откройся, но замочек не будет открываться, потому что его захватил первый клиент, он не будет открываться до тех пор, пока первый клиент не вернется, значит, не получит все, что он хотел от банка, потом он вызывает анлок на замочке, значит, анлок возвращает первому клиенту, замок открывается и вот тогда только второй клиент сможет захватить второй замок и уже зайти в банк и выполнить свой трансфер. То есть таким образом мы как выстраиваем в очередь, линеаризуем действия клиентов с банком и заодно обеспечиваем, что мы обеспечиваем, что не более одного клиента работает сейчас с банком, потому что мы защитили его замком. Как это делается в Java? Сначала я вам покажу на примере библиотечного класса reentrant.log, а потом на примере того, как это встроено в синтаксис Java, потому что эту историю проще понять именно в такой последовательности, хотя очень многие тьюториалы другую последовательность применяют. Значит, смотрите, у нас есть такой класс библиотечный reentrant.log. Reentrant это значит, что мы можем, если мы с одного и того же треда вызываем лог, и этот лог уже захвачен нашим тредом, то он понимает, а, это ты, проходи, ты уже держишь этот лог, ты можешь много раз вызвать этот лог этим тредом. Как мы поступаем? Мы создаем reentrant.log, вот он reentrant.log, объявили его как поле. Дальше money transfer, который может вызываться из разных потоков, работает так. Мы говорим bank.log.log, потом выполняем что-то, какие-то действия с амаунтами, и finally блоки, потому что если здесь выскочит какой-то exception, мы не хотим вечно держать замок за собой, мы должны его отпереть. Finally блоки, мы этот замок отпираем. Потом придет другой человек, значит, тот, кто придет, вернее, если придет другой поток выполнения, он вызовет этот bank.log.log, и он будет ждать, пока первый не отопрет, не вызовет unlock. Вопрос. А где гарантия, что после того, как замок отопрется, второй клиент увидит нужные значения? Мы же уже осторожны, мы же уже понимаем, что если явно Java Memory Model не предоставляет какой-то rule, то это и не гарантированно. На самом деле Java Memory Model предоставляет такой rule, и называется он Monitor Lock Rule. И он гласит, что разблокировка happens before другой блокировки того же самого замка. То есть, если у нас имеется lock, и мы его разблокировали, а потом захватили, заблокировали, так вот, значит, вот эти два события, разблокировка и блокировка последующая того же самого замка, они связаны отношением happens before. Поэтому второй клиент, который пришел из параллельного трэда переводить деньги, он уже увидит состояние на счетах то, которое осталось после первого клиента. Именно поэтому защищенные локом переменные объявлять как volatile не нужно. И вот этот массив может быть просто массивом, его элементы как не были volatile элементами, так и не остались volatile элементами, но у нас все хорошо, потому что у нас monitor lock rule работает и мы все данные по всей памяти видим. Хорошо, тогда вот какой вопрос к вам. Мы хотим снять деньги со счета from, но мы не хотим это, то есть мы вообще не можем, нам банк не позволит снять деньги со счета from, если их количество меньше, чем amount. Соответственно, мы хотим подождать, просто подождать, пока денег на счету не возникнет достаточно, и когда их будет достаточно, тогда уже и снять. Вот в таком вот цикле. Потом мы делаем lock, здесь funds, здесь unlock. В чем здесь проблема? Размьетесь кто-нибудь и расскажите, какие проблемы здесь могут возникнуть? Ну, потому что сразу два тряда могут понять, что accounts from меньше, чем amount, первый зайдет, отнимет amount, а потом второй зайдет, отнимет amount, и уже будет меньше нуля. Тут надо банк перевести выше while и сделать вот так. Отличная идея. Давайте теперь подумаем, какая проблема здесь. Тут надо, я забыл, как оно называется, внутри while сделать, чтобы ждать на mutex, чтобы... Хорошо, хорошо, отлично, да, вы разбираетесь. Вот, значит, проблема здесь какая? Ну, то есть, не что надо сделать, а какая здесь проблема? В чем здесь беда? Другие не могут этим while пользоваться, пока он блоки. Другие не могут вообще этим lock пользоваться, они не могут деньги переводить, то есть, мы зашли в этот while, ждем, пока деньги появятся, но мы заблочили вот этот lock, и другие никогда не переведут деньги на этот аккаунт, потому что мы стоим уже в этом банке и ждем, когда появятся деньги, и не пускаем никого войти в банк и перевести на наш счет денег. То есть, это работает так, мы все испортили, вот, здесь мы будем бесконечно ждать, вот, поэтому просто перенести lock вверх не получается, соответственно, значит, надо делать что-то еще, и вот здесь вот возникает такая концепция conditional objects, которая помогает ровно эту задачу решить, значит, у rent rent lock мы можем сделать один или несколько condition objects, чем, кстати, rent lock и хорош, в отличие от intrinsic lock, но об этом я сейчас скажу, мы можем сделать несколько, там, один или несколько condition objects, но это сейчас вот мы его сделали один, sufficient funds, то есть, что денег достаточно, и дальше мы делаем следующее, мы входим в банк, запираем за собой дверь, а дальше говорим, пока, значит, денег недостаточно, подождем на этом condition, что происходит на самом деле, как только мы сказали sufficient funds await, мы на самом деле разблокировали замок, и даем возможность другим людям в него войти, то есть, хотя визуально код написан так, как будто бы мы находимся внутри вот этого замка, видите, между lock и unlock это не должно вас вводить в заблуждение, как только мы вызвали await, мы на самом деле разблокировали этот замок, и другие ребята входят, делают какие-то значит дела, приводят что-то между аккаунтами, после того, как они перевели между аккаунтами, они должны посигналить тем, тем, кто ждет на каких-то кондишнл объектах, как они могут посигналить, значит, вот есть метод signal all, который говорит все треды, которые ждут на sufficient funds, пробудитесь и посмотрите, может быть, денег уже достаточно, и тогда тред пробуждается, он выходит из этого await, попадает в следующий цикл while, проверяет достаточно ли денег, и если денег недостаточно, снова попадает цикл while, но в момент, когда он выходит из этого await, он что делает, снова захватывает lock, то есть выход из await приводит к повторному захватыванию lock, и, кстати, если их пробудилось несколько, то там они выстраиваются в очередь, там кто-то из них повторно захватит lock, а кто-то еще будет ждать, пока этот lock освободится, то есть видите, сколько всего происходит, значит, мы повторно захватили lock, уже внутри lock проверяем, что денег достаточно, если денег достаточно, мы наконец выходим из этого цикла while, переводим деньги, и еще сигналим другим, потому что другие на conditional object могут ждать. Вот такой вот паттерн, который надо помнить, с которым надо сверяться, который постоянно нужно выполнять именно в этой последовательности, и тогда у вас будет работать. здесь я сделаю небольшое отступление, помните, в начале я говорил, что в самых первых лекциях, смотрите, Java, сколько делает вам удобных вещей, она не позволяет вам сделать ошибку, она как бы не позволит скомпилировать вам unreachable код какой-нибудь, еще какие-то вещи, где часто ошибки происходят, там boolean переменные, значит, операция, значит, int не сводится к boolean, поэтому классические ошибки с if они не работают, но в действительности, я тебя просто выключу, значит, в действительности он, Java нам не помогает уже ничем, когда мы доходим до concurrency, вот здесь вот очень много вещей, которые вы можете сделать не так или не по тому шаблону, который предусмотрен, который предписан вам делать, вы можете написать код, просто ну не зная, что надо действовать по этому шаблону, и код не будет работать, и в этом сложность, и здесь язык Java сам по себе вам не помогает никак, здесь он вам не поможет, значит, еще раз подведу итог с condition object, значит, отпускает блокировку, signal all сигнализирует, что что-то поменялось, потом await снова захватывает блокировку, и мы обязательно должны иметь здесь цикл while, потому что на самом деле выход из await, он нам не гарантирует, что вот этот invariant он выполнился, даже даже если мы знаем, что обязательно какая-нибудь итерация здесь выполнит это условие, условие все равно должно быть, потому что возможно такой эффект, как спонтанные пробуждения, мы можем выйти из await, хотя сигнала отсюда не поступало, это как бы предусмотрено инструкцией, и соответственно не стоит поступать как-то по-другому и вызывать метод await как-то по-другому, кроме как в цикле while, вот это вот еще запомню, про спонтанные пробуждения, значит вопрос, чем гарантировано, что при выходе из await мы увидим изменения, сделанные другим тридом, здесь вы уже должны ответ знать, и я ожидаю, что вы его мне дадите, happens before no lock and lock, абсолютно верно, значит await на самом деле выход из await снова захватывает блокировку, вот эта вот штука, и поэтому здесь happens before на lock and lock, абсолютно верно, значит правильный импайтер на ожидание condition вот такой, я сказал это словами, вот у меня еще один слайд, чтобы вы запомнили это раз навсегда, только в цикле while, и condition await сам по себе ничего вам не гарантирует, он может просто не ждать, а проскочить дальше, и здесь у вас не будет вот этого окей-то просить, смысла нет никакого, используйте await вне цикла while. Теперь, вот теперь, когда я показал примерно reentrant lock, как на явном объекте каком-то, с явным каким-то аппи, я вам покажу intrinsic lock, которые начинают Java 1.0, аж встроены в каждый объект, вообще прицепом идет не только hash value и штуки для помощи с работой с хэш-мапами, но к нему прицепом еще идет и помощь в работе в concurrent средах, к нему идет intrinsic lock и один condition. Как этим пользоваться? Значит, предположим, что мы находимся в некоем классе, и вот у нас есть метод money transfer, соответственно, когда мы помечаем какой-то метод словом synchronized, это значит, что мы берем this, собственно, сам объект, метод которого мы вызываем. Мы берем this, и на этом this мы захватываем его intrinsic lock, intrinsic, то есть, присущий ему, то есть, его внутренний замок, внутренний lock. То есть, если у нас имеется метод, объявленный как synchronized, простое правило, простое рассуждение о таком методе будет, что не могут два трэда параллельно выполнять synchronized метод, они будут всегда выполнять его последовательно, то есть, если мы запускаем несколько трэдов и вызываем synchronized метод какого-то объекта, то в каждый момент времени только один трэд будет выполнять synchronized метод. И здесь, соответственно, будет работать memory rule про lock unlock, соответственно, все, что сделано в синхронized методе, оно будет видно другим. Ну и соответственно, мы, значит, это вот intrinsic lock, но кроме того, у каждого объекта есть еще метод weight. И метод weight, он действительно находится на уровне класса object. Есть метод weight, и вот этот метод weight, он ждет на lock condition, который у нас всего один у этого intrinsic lock и работает точно так же, как предыдущий пример, то есть по тому же самому сценарию, но просто мы здесь просто вызываем weight, и weight он как бы на объекте this вызывается. Ну и дальше notify all, так же, как там, по-моему, не на cify, там, по-моему, сигнал, сейчас, да, сигнал all, а здесь notify all, он говорит всем трэдам, ждущим на condition intrinsic lock вот этого объекта, пробудитесь, прокрутите свой цикл while, и может быть продвиньтесь вперед, то есть это тот же самый пример, но только написанный меньшим количеством кода, потому что мы использовали intrinsic lock соответственно есть другая форма использования intrinsic lock, значит, чем здесь проблема, здесь проблема в том, что this вообще говоря, ну как объект, он доступен снаружи, каким-то внешним пользователем, соответственно, кто-то может начать синхронизироваться на этом здесь, использовать его как lock, закватывать для каких-то других нужд. Очень часто вместо этого применяют другую историю, инкапсуляцию intrinsic lock, то есть мы объявляем просто private object lock, new object, здесь кодится просто object, потому что мы используем его intrinsic lock, не надо никакого другого случая городить. Дальше мы используем синхронист вешаем не на весь метод, а только на ту часть метода, которая должна быть синхронизирована. Это очень, кстати, здорово бывает, потому что очень часто в методе надо синхронизировать не весь его текст, а только какую-то критическую часть. Вот мы ее синхронизируем по какому-то объектику, который вообще private, и который никому недоступен, и, соответственно, никто этот замок вне нашего контекста не захватит, и не попортит нам но в этом случае как бы видите, мы захватили intrinsic lock на объекте lock, соответственно, в какую ошибку мы можем впасть? Мы можем написать здесь просто wait, и это будет неправильно, потому что ждать, wait будет ждать на intrinsic lock this, а нам надо, чтобы он ждал на intrinsic lock lock, поэтому здесь большие и больные грабли, на которые не наступайте. Видите, мы ждем на condition определенного объекта, не забывайте делать так. И дальше, когда мы закончили все, мы, естественно, делаем lock на t-file, а не просто на t-file, потому что мы захватили этот lock. И мы помним, что здесь мы вошли, захватили этот lock, здесь мы ждем, здесь мы вышли, здесь мы после того, как wait отработал, снова зашли, проверили, проверили, и сделали на t-file. То есть сценарий тот же самый, но главное помнить, главное помнить по intrinsic lock какого объекта мы синхронизируемся, по condition какого объекта ждем, значит, какие триды в общем, эта штука такая низкоуровневая, сложная, которой я вам скажу, вы точно будете пользоваться, когда вас будут принимать на работу и собеседовать какие-нибудь сеньорные программисты, вы никогда не будете пользоваться на работе. Вот. Это, значит, правда жизни, потому что у нас есть более удобные абстракции, более удобные механизмы для того, чтобы достигать нужных нам вещей. Вот. И как бы правда она такова. Вы приходите на собеседование, вас там сажают, дают листочек, говорят, вот есть два трыда, пожалуйста, там объясни, как что работает. Ну, да, имеет смысл посмотреть вот эту лекцию, посмотреть вот эти вот слайдики и вспомнить. Но на деле так не делается, и вы там в домашке, я надеюсь, так делать не будете и писать на практике, кроме как на собеседовании, не будете. Такова правда жизни. Значит, теперь, вот теперь, после того, как мы все это посмотрели, нам стал понятен смысл всех возможных состояний трыда, какие есть. То есть, сначала тред создается, и мы его еще не запустили, мы еще не вызвали старт. Когда мы вызвали старт, он становится раннабл, то есть, мы можем его выполнять, то есть, он выполним, скажем так. В какой-то момент он может попросить лог, лог может не отдаваться другим трыдам, и тогда тред будет блокed, он не будет выполняться, он будет ждать лога. Когда он лог получил, он опять в раннабл. С другой стороны, из раннабл он может перейти в вейтинг. Вейтинг – это не блокed, это он ждет на кондишен-объекте каком-то. Значит, лог отпустил, но ждет, когда его нотифицируют, что что-то изменилось, чтобы проверить, выполняются ли условия. Значит, после того, как его нотифицировали, он снова раннабл, и потом он либо будет снова ждать, либо продолжать. И есть еще специальный timed вейтинг. Это особый случай вейтинга, когда мы еще задаем максимальное время ожидания, когда тред будет ждать или пробудиться по таймеру. Что-то я долго спал, меня никто не нотифицировал, а уже прошла секунда. Пожалуй, что-то тут не то, надо что-то с этим сделать. Вот. То есть вот эта вот картинка, она теперь вам полностью понятна, и я ее именно здесь, вот уже ближе к концу первой лекции, вам привожу. Значит, промежуточный итог по всему вышесказанному. Но промежуточный итог, я думаю, понятен. Это все очень сложно. И сделать ошибки очень легко. Поэтому избегайте mutable state, от него боль происходит, где возможно использовать team mutable state. Если вам mutable state нужен, сразу думайте, вам спасает ли вас volatile, если спасает, хорошо, но чаще всего нет, вам нужна синхронизация, то есть синхронизация блоки. Значит, если вам нужна атомарная операция, то вы делайте ее внутри синхронизации блока, удерживайте блокировку, чаще всего будете пользоваться именно конструкцией синхронизации. Еще раз, программа shared state без должной синхронизации сломанная. Не надо думать, что если вы написали программу и она работает, в ней есть хоть какая-то многопоточность, то она работает. Нет, это не так. Она у вас сломанная и в продакшене она не будет работать. Думайте о потоке безопасности все время. Другая плохая новость заключается в том, что в современном Java программировании вы скорее всего 100% работаете в мультипоточном контексте, потому что скорее всего вы делаете что? Вы делаете сервис. Сервис работает где? Ну в томкате, например. Томкат что делает? Он под каждый запрос создает новый тред, и вы сами того не подозревая работаете в треде, который параллелен с другими тредами, которые выполняют другие запросы от пользователей. Соответственно, если у вас там где-то есть какой-то синглитон, который вы все шарите, которым вы что-то делаете, все, вы должны думать о его потоке безопасности, поэтому о потоке безопасности надо думать все время, и понимание Java Memory Model помогает, но не просто помогает, надо написать здесь, оно просто необходимо для того, чтобы вообще осмысленно хоть что-то делать. У нас три минуты, чуть-чуть позже начали, дедлоки, я быстренько разберу эту тему. Значит, простой пример дедлока, у нас имеется два пользователя и два ресурса, которые мы хотим захватить, но захват происходит в разном порядке, то есть сначала X пытается захватить замок A, потом приходит Y, он захватывает замок B, и вот после этого X нужен замок B, а Y замок A, соответственно, X приходит и пытается захватить замок B, тот говорит, подожди, его захватил Y, он говорит, хорошо, жду, я отпущу замок A, когда Y отпустит замок B, но Y не отпустит замок B, потому что ему нужен замок A, и, соответственно, вся эта история остановилась, и она будет вечно стоять, программа ваша зависла и не будет выполняться. Да, хуже всего то, что вы не заметите зависание программ, то, что в однопоточной программе как бы она зависла и больше ничего не делает, а много поточной у вас, ну, два треда сцепились в Deadlock, другие треды выполняются, программа как бы работает, но вы можете долго не подозревать, что у вас Deadlock произошел. Что с этим делать? Использовать J-Stack, всевозможные как бы средства отладки, но про это, видимо, сейчас я не успею рассказать, давайте посмотрим, как с этим бороться. Простое решение, если мы можем управлять порядком блокировки, то мы должны ему следовать. Вот эта вот программа Left-Right Deadlock, она обязательно содержит Deadlock, видите, у нас здесь имеется Synchronized Left-Right, потом вот другой метод Synchronized Right-Left, и поэтому, соответственно, два метода, если параллельно в двух потоках будут выполняться, потоки сцепятся в Deadlock, когда-нибудь это будет неприятно. Как вылечить эту программу? Поменять вот эти строчки кода местами. Сначала Left, потом Right. То есть, если мы будем, если у нас есть явно объекты, мы явно можем управлять порядком захвата этих объектов, то делайте это во вполне определенном порядке. Даже это надо прописывать в инструкциях, зачастую в больших программах, прописано в каком порядке захватываем объекты, каким правилам придерживаемся. Но иногда не все так очевидно. Вот смотрите, у нас имеется опять же вариация на тему TransferMoney, в этот раз мы передаем два объекта аккаунт, FromAccount и ToAccount и откуда и куда передаем деньги. Значит, захватываем FromAccount, захватываем ToAccount. Вроде бы метод один и захват происходит в том же самом порядке, но какая здесь проблема? Кто скажет? У нас ToAccount может быть FromAccount, а FromAccount. В разных случаях. Теперь скажите, как бы вы это вылечили? Как можно? к этому аккаунту номер какой-то и брать меньшего номера и потом большего? Абсолютно верно. Да, это и есть правильное решение проблем. То есть, если уж речь идет про банковские счета, у них совершенно точно есть номер, они совершенно точно comparable по этому номеру, и, соответственно, надо брать от меньшего к большему всегда, и тогда дедлока не будет. Если номера нет, но вот у Гетса вот в этой вот Java Concurrency and Praxis книжки длинный пример проработан, что давайте тогда использовать хэш-код, но по хэш-коду могут быть коллизии, но тогда, если коллизии, тогда мы берем отдельный как бы объект с локом, вот он общий, его захватываем и выполняем там вот этот наш трансфер. И рассуждение здесь такое, что да, конечно, общий лок мы бы могли вообще изначально свести к общему локу, но тогда это плохо, потому что как бы на этом локе постоянно бы кто-то ждал, то есть на нем был бы большой контеншн, большая конкуренция за этот лок. Значит, но тут уже рассуждение такое, вероятностное, что коллизии встречаются редко, соответственно, и к этому общему локу мы будем обращаться редко. Если коллизия не случилась, мы сравниваем хэши и выполняем от меньшего к большему, а если коллизия случилась, тогда мы заводим общий лок, на нем выполняем, да, он как бы общий, но сюда мы приходим редко, потому что хэш-коллизии встречаются редко, то есть рассуждения примерно вот такие. Значит, это все, что у меня было времени рассказать про дедлоки, выводы такие, если процедура захватывает несколько блокировок, возможен дедлок, в избежание этого нужно всегда обеспечивать, чтобы блокировки захватывались в одном порядке, и часто это неочевидно, и чаще всего это неочевидно, как это сделать. Если захватили блокировку, надо с ней как можно быстрее расставаться и не вызывать внешних методов, которые могут другие какие-то блокировки захватить, то есть очень аккуратно обходиться в ситуации, когда вы работаете внутри блокировки, выходите быстрее, не вызывайте внешних методов, которые непонятно, как себя ведут и какие блокировки захватывают. Вот, но на этом время закончилось первой части, я думаю, что все поняли, что это очень нетривиальная штука, во второй части мы посмотрим, как пользоваться более современными такими API, более высокоуровневыми, чтобы полегче нам жилось и полегче как-то все-таки мультипоточные конкуренции программы Java писать. Спасибо за внимание, если есть вопросы, готов на них ответить. Вопросов нет, но тогда всем счастливо.